Украина. Честно говоря, были шокированы недавним заявлением секретаря Совета национальной безопасности и обороны этого государства Алексея Данилова о том, что украинские силовики будут отслеживать и ставить на учет пользователей соцсети ВКонтакте, которые, по его словам, должны нести ответственность за ее использование. Ничего себе! Как вам ценности свободы и демократии в отдельно взятом украинском государстве? Я хотела напомнить, что соцсеть ВКонтакте, наряду с другими российскими социальными сетями и порталами, Одноклассники, Mail.ru, Яндекс, была заблокирована территорией Украины в 2017 году. Тогда был президент Петр Порошенко и была заблокирована она на три года. Надежды на то, что с уходом Порошенко канули в прошлое русофобия, тотальная цензура, борьба с инакомыслием, не оправдались. В мае 2020 года нынешний президент Украины Владимир Зеленский, вроде бы современный человек, продвинутый даже в сфере соцсетей, продлил санкции до 2023 года. Теперь за людей, за граждан Украины, которые все-таки считают доступ к информации ценностью для себя, за них взялись украинские спецслужбы. Эта ситуация напоминает самые худшие практики тоталитарных режимов, борьбе с которыми так громко кричит украинская власть. Речь идет об игнорировании международных стандартов в области прав человека, в частности, на свободное распространение информации и беспрепятственный доступ к ней. Украина просто семимильными шагами идет к строительству полицейского государства, иначе происходящее назвать просто невозможно. При этом киевскими властями беззастенчиво декларируются приверженность европейским ценностям и принципам. Где же они и эти ценности с принципами и ваша уважаемая киевская власть приверженностям? Мы призываем международные правозащитные структуры, институты, западных покровителей Киева перестать молчать. Дайте адекватную оценку грубым нарушениям прав человека на Украине. Пора. Еще одна тема, не менее шокирующая, связанная с Украиной. 24 сентября 6 апелляционный суд Киева, отменив решение суда первой инститации, признал законной символику 14-й гренадерской дивизии войск СС Галичина, как не подпадающую под описание символик национал-социалистических тоталитарных режимов. Таким образом, согласно решению судей на Украине Галичина, следовательно, и другие подразделения СС фактически более не являются преступными нацистскими организациями. Браво! То есть вы блокируете ВКонтакте и одновременно вы говорите о том, что Галичина не подпадает под описание символик национал-социалистических тоталитарных режимов. То есть ВКонтакте пользоваться нехорошо, а ходить символикой Галичина отлично. Кто-нибудь, задайте этот вопрос Владимиру Зеленскому. Как это все возможно? А я хочу напомнить, что добровольцы, ну может быть это кто-то не знает. Давайте напомним. Добровольцы 14-й дивизии СС лично повинны в зверском уничтожении многих тысяч человек гражданского населения и партизан. В частности, было убито более пяти сотен мирных польских жителей села Гута-Пеняцкая. Более 250 поляков села Подкамень, жители десятков других населенных пунктов Польши и Украины. Действия коллаборационистов сопровождались массовыми расправами над женщинами и детьми. Так это было в деревне Забутца. Преступники участвовали в уничтожении словацких партизан. И не только партизан, но и население, которое их поддерживало, население Словакии. Вызывает недоумение риторика европейских стран, которые воспевают демократические ценности на Украине. И все это происходит в то время, как официальный Киев и созданные при его молчаливом согласии зачастую просто при прямой поддержке различные нацистские организации прославляют зверства эсэсовцев периода Второй мировой войны, которые уничтожали целыми семьями населения Восточной Европы. Давайте еще напомним, что в 2016 году парламент Польши квалифицировал преступления солдат 14-й дивизии войск СССР против польского населения как геноцид. Мы выражаем, действительно, можно сколько угодно саркастически об этом отзываться, но все-таки нужно действительно быть принципиальными по этому вопросу. Мы просто возмущены упомянутым решением апелляционного суда. Мы призываем киевские власти прекратить обелять злодеяния гитлеровских преступников, приспешников, коллаборационистов и, наконец, все-таки сделать что-то, чтобы обуздать разгол национал-радикалов в стране, который открыто пропагандирует фашистские идеи. Мы, конечно, обращаемся к Генеральной Ассамблее ООН и другим международным структурам с призывом усилить работу по борьбе с геризацией нацизма и неонацизма. И в этом же контексте, просто для того, чтобы напомнить, и мы будем делать это регулярно, нашу общую историю, связанную с Второй мировой войной, я хотела бы сказать о годовщине Мюнхенского сговора. В истории дипломатии вряд ли имел место более вопиющий прецедент открытого попрания канонов международного права, да и вообще общепринятых этических норм, чем наспех, созванная в Мюнхене 29-30 сентября 1938 года конференция четырех держав Англии, Франции, Германии и Италии. Она осталась в истории как одной из наиболее позорных и трагических явлений, страниц, исторических страниц, логическим следствием и продолжением которых и стала Вторая мировая война. Дискуссия по существу в принципе отсутствовала. Конференция явилась формальным утверждением заранее согласованной сделки участников. За основу был принят предложенный Бенито Муссолини проект, которому был сообщен из Берлина. На конференцию не были приглашены представители Чехословакии, а также Советского Союза, имевшего с Чехословакии договор о взаимной помощи. Чехословакская делегация, которая прибыла в Мюнхен в переговорах, не участвовала. Напомню, она была лишь информирована постфактум об их результатах. Свою долю ответственности за разделы Чехословакии несут также Венгрия, Польша, которые в период чехословацкого кризиса занимали откровенную прогерманскую позицию, а затем выдвинули собственные претензии на чехословацкие территории. По существу Мюнхенская конференция явилась кульминацией политики умиротворения Гитлера, своего рода прелюдией к началу Второй мировой войны, и окончательно развязала руки агрессору. К Мюнхенскому соглашению, иначе его именуют Мюнхенский сговор, посвящено большое количество научных трудов и документальных публикаций. Только Министерством иностранных дел Советского Союза с темой России по этому периоду выпущено 7 документальных сборников. Я перечислю их. Год кризиса, документы по истории Мюнхенского сговора, СССР в борьбе за мир накануне Второй мировой войны, 21 том фундаментальной серии документов внешней политики Советского Союза. Это не все, только несколько названий. Есть еще. Казалось бы, все должно быть предельно ясно. Однако и сегодня предпринимаются попытки фальсификации или фальсифицированной трактовки событий того периода, имеющие мало общего с поиском объективной истины. Авторы ряда публикаций продолжают предпринимать настойчивые попытки оправдать мюнхенский сговор, исказить подлинные цели его организаторов, принизить роль как одного из важнейших звеньев в цепи событий, которые привели к началу Второй мировой войны. Мы расцениваем такие публикации, как стремление подорвать устоявшиеся представления о войне, переначать полностью и сделать это на свой лад главные события и, в общем-то, сформировать в угоду политической конъюнктуре новую версию, центром которой является стремление возложить на СССР чуть ли не равную ответственность гитлеровской Германии за ее происхождение. При всем различии взглядов на политику отдельных государств, вперед между двумя мировыми войнами, мюнхенская сделка, в результате которой Англия и Франция при поддержке США санкционировали раздел, а затем захват Чехословакии и гитлеровской Германии, прочно утвердилось в сознании большинства людей как синоним политики предательства и потворства агрессору.